тема у нас сегодня такова поговорим о сервис поговорим о том как это вообще что это такое зачем она надо почему она придумалась куда она будет двигаться и как это на данный момент работает в таких паблик клаудах как AWS и GCP такая вот у нас агенда да то есть причем здесь в принципе DevOps если у нас там есть сервис нечего менеджить зачем она вообще надо что из себя представляет сервис и что не является сервисом также потом небольшое сравнение небольшая табличка того как какая имплементация сервиса есть в этих паблик клаудах какие проблемы это приносит какие-то будет двигаться так здесь отображен стандартный DevOps пейплайн это в общем то то что слева это тот чем занимается dev часть справа это то чем занимается ops часть и так так сложилось что сервис на данный момент но он он интегрирован практически во все во все вот вот эти шаги у нас есть ну и единственное на нет сервис для написания кода это есть штука код этот cloud и дешки которые позволяют писать код где-то не на вашей машине это можно можно так сказать сервис коснулся этого а так в основном все представленные здесь штуки они они так либо иначе как-то затрагивают сервис что является сервисом есть такой чувак зовут его мартин фаулер он написал об этом достаточно емкую статью время от времени он ее обновляет и с точки зрения вообще того что такое сервис стоит рассматривать изначально две вещи первое это функция как сервис это фаз это та штука которая позволяет вам она дел это грубо говоря чем-то похоже на микросервис у нас есть одна небольшая имплементация какой-то одной небольшой задачи и мы ее оборачиваем в какую-то среду которую мы совершенно не менеджим нам неважно как она будет скейлиться нам неважно где она запущена нам до есть ничего этого не важно важно то что мы это упаковали то что мы это взяли и куда-то отправили она где-то работает вот так же есть концепция бэкэнда как сервис бэкэнд как сервис это довольно так это можно сказать это больше важно для тех кто занимается фронт-энд разработкой нежели бэкэндом потому что фронт-эндом сейчас делают эти кто толстый клиент тонкий бэкэнд и вот как раз вот этот бэкэнд как сервис позволяет это организовать и в чем смысл в том что вы абстрагируетесь от того чтобы вообще в принципе кодить сервер и у вас вся логика написанная на клиенте бэкэнд как сервис он у себя там хендлит какие-то уже там штуки типа авторизации вот в AWS есть когнито это можно считать бэкэндом как сервис потому что вы можете с фронт-энд приложения будь то мобильное устройство будь то как бы веб вы а и будь то даже самое какая-то какой-то аппи которая стучится к нему вы всегда вам не нужно писать именно логику самой авторизации механизм вам нужно просто брать данные отправлять запросы туда вот на также есть firebase это реал-тайм база данных она довольно таки часто используется для но она всегда используется для мобильных приложений и также вот может быть вы видели либо вот кому интересно что это такое можете посмотреть очень много примеров того как с их помощью делаются игры потому что вам не нужно для них писать бэкэнд это база данных вы туда просто шлете запросы и есть неплохая разработка того как делали змейку мультиюзерную по сути просто написав клиента при этом вся там база вся логика она была по сути закрыта фарбейзом вот так же когда упоминают вот серверс еще говорят концепцию но опс это то есть когда нет вот этой вот части пайплайна которая спала это отчасти да потому что нам не нужен сервер который нужно стопить который нужно майн тайнить но вот вот это вот правая часть это не только как вы видите про про то где она запускается это еще про то как она туда закидывается это про то как она тут билдится про то как она мониторится и поэтому если говорят что серверс это на опс то это неправда вот потому что окей вы написали код но каким-то образом его надо где-то запустить. Для этого его нужно каким-то образом собрать и каким-то образом туда доставить. Еще и надо следить, чтобы оно не упало. Вот, в общем-то, и задача опса. Также в чем плюсы сервиса? Зачем его используют? Его используют тогда, когда не сильно хочется тратить много времени на разработку. Его имеет смысл использовать, когда, например, у вас есть какие-то фоновые задачи, когда вам не важно, где оно будет запускаться, когда вам важно просто, чтобы оно запустилось, например, отработало свои 5 минут, запроцессило какую-то CSV-шку и все. И себе сидит, ждет дальше. В этом смысл. Нельзя все приложения строить на сервисе. на основе сервиса, потому что как это дает вот такие плюсы, то что так как мы не паримся насчет сервера, то это значит, что этим парится клауд, и это значит, что у нас появляются такие штуки, как скейлинг и высокая доступность. это с одной стороны плюс, с другой стороны и минус, если говорить, например, про скейлинг, потому что эта штука сразу из коробки, без дополнительных настроек, может захендлить миллиард запросов в секунду, грубо говоря. Но при этом это вылезет в огромный чек. И не всегда оно всем надо. Высокая доступность, но это только плюс, да. это круто, когда если что-то пошло не так, то всегда есть где-то такая реплика, которая по сути в другом регионе, в другой стране, которая заменит и будет работать себе дальше. И опять же это все достигается за счет того, что этим всем занимается клауд. И вот есть еще такая интересная цитата, она опять же взята из статьи Фаулера. Если ваша платформа как сервис, например, вот как Heroku, эта платформа как сервис, если она запускает вашу инфраструктуру, то есть вот вы взяли какую-то конфигурацию, кинули туда, и если она ее запускает, вот тут говорят, быстрее, чем за 20 миллисекунд, процессит данные и все быстренько шатдаунит, то вот это у нас является сервисом. Ну, это как раз таки олицетворяет то, что я говорил ранее, потому что он был создан, мы его придумали, на мое мнение, специально для того, чтобы как раз таки задачи выполнять. Зачем тратить, так сказать, деньги на то, чтобы поддерживать инфраструктуру, если нам важно быстренько задевелопить, это куда-то отдать, чтобы оно себе процессилось, и все. В общем-то, и там каким-то образом мейнтренить код, фиксить баги и так далее. Вот. В клауде, как это вообще происходит в клауде на данный момент, и там какие-то какие-то дают плюсы, какие-то дают минусы. у нас вот рассматривается на данный момент есть AWS и GCP, есть еще там клауды от Microsoft, есть клауд от IBM, это все у них, я не знаю, что там конкретно творится у них, но похоже, по крайней мере у Microsoft точно, так как все работают, так как AWS, так сказать, прорвался в этом всем вперед, то все рано или поздно скопируют его. Самое простое, что самое такое базовое, что понимают под сервисом, это функция как сервис, функция как код, и это у нас Lambda в виде AWS и в GCP, это клауд функция. Опять же, у вас задача завернуть ваше небольшое приложение, которое там состоит из пары эндпоинтов, которое, грубо говоря, назвать микросервисом, в какой-то там, либо в контейнер, либо вот в случае Lambda это zip файл, либо jarnic, и закинуть туда. Вот. И оно уже себе там дальше, в случае того, что, например, если туда пойдет запрос, то оно поднимется и начнет работать. Естественно, это вызывает проблему того, что у нас есть ожидание того, как оно будет подниматься, как быстро оно поднимется. Эту проблему пытаются решить. У людей есть некие успешные, ну, так сказать, успешные, это когда оно запускалось раньше 5 секунд, сейчас запускается оно 2-3 секунды. Это можно называть успешно. и эту проблему не знаю решат когда-либо решат или нет, но пытаются. Также есть соответственно та же самая тема для контейнеров. В AWS это Fargate, в Google это Cloud Run. Тот же самый принцип, что и Lambda, и функция как сервис, мы компонуем наше приложение, наш опять же микросервис в контейнер и отправляем туда. И нам не важно как оно будет запускаться, не важно где оно запустится. Это соответственно опять же приносит свои неудобства в том плане, что если опять же взять AWS у Fargate в таком случае проблемы с доступом к внутренним ресурсам. Например если есть инстанс эластик кэша с Redis то с Fargate будет туда достучаться проблемно потому что у него нет публичного IP-шника. А настроек того, чтобы куда к какой-то сетке подключаться там нет. Также следующим тоже одним из самых базовых сервисов которые подразумеваются под сервисом это является хранилище данных. потому что окей у нас что-то запускается но откуда-то надо брать данные откуда-то надо хранить данные. В контексте Амазона это S3 это как один из таких самых древних самых таких развитых и мощных сервисов это у нас объектное хранилище может себя хранить до 5 вроде терабайтов данных если получится их конечно туда загрузить. Примерно та же самая ситуация с cloud storage у них одинаковый принцип у вас есть бакеты и туда вы кидаете свои объекты на бакеты можно рестриктить доступы из этого всего следует достаточно популярный наверное такой так сказать правильный с точки зрения клауда сетап фронтенд приложения это когда у вас не есть какой-то сервак там где есть apache или bng который переводит запросы на индекс html то что у вас вот этот код хранится в объектном хранилище и он выступает так сказать static веб-сайт хостингом вот это что у гугла что у амазона это является бест-практисом того как надо разворачивать и деплоить и запускать веб-приложения также к этому всему добавляются сервисы которые работают на основе них это ecr и container registry как можно понять оба эти два сервера это container registry для докер имиджей они работают на основе вот вот этих S3 и cloud storage опять же вместо того чтобы поднимать свой container registry можно просто сказать я вот там хочу хранить свой образ вы указываете retention policy и у вас там например через 5 новых билдов там предыдущие там какие-то позапрошлые 5 будут удаляться вернее артефактов билдов и это опять же не это требует из себя только базовой первоначальной настройки когда вы указываете эти правила а дальше оно себе работает вы опять же не знаете где оно находится вы можете указать регион в котором оно находится конечно вы можете сказать я хочу чтобы мои докер имиджи хранились в штатах окей но вы не будете знать на какой они конкретно машине хранятся на каком они диске и так далее и тому подобное помимо объектных хранилищ есть хранилищ данных базы данных в контексте AWS это DynamoDB в контексте GCP это Datastore что то что то у нас документное хранилище DynamoDB еще там ключ значения в себя умеет хранить просто они примерно похожи примерно одинаковы в плане своей функциональности и в общем-то создавались они для одного и того же они хранят они во-первых скейлятся сами по себе то есть если у вас туда миллион запросов окей оно горизонтально расскейлятся вы даже этого не заметите и опять же это выступает у себя в своего рода хранилищем состояния приложения для тех вещей которые запускаются вот в Lambda или в Fargate потому что они у нас stateless и где-то если нам нужно допустим хранить какие-то промежуточные значения когда у нас есть несколько job которые например скачивает данные как-то их распарсивает после этого у нас есть следующая job которая берет эти данные и как-то трансформирует после этого есть еще какая-то которая трансформирует и в итоге есть какая-то финальная которая говорит у меня все получилось либо все плохо где-то есть промежуточные состояния которые она хранит и это позволяет переранивать какие-то конкретные степы и опять же вот это достигается с помощью таких тулов, как DynamoDB и Cloud Datastore. Также, окей, у нас есть код, у нас есть контейнеры, есть хранилище, есть база данных. Как это все туда заливать? Можно по старинке развернуть Jenkins, TeamCity, поставить на виртуальной машине и себе майнтейнить. Но это не считается CloudVM, так сказать. Есть для этого соответствующие тулы. И вот, например, CodePipeline, одна из них CloudBuild в контексте ГЦП. Также есть, помимо CodePipeline, у них еще разделяется Build и Deployment, есть CodeBuild и есть CodeDeploy, но они там все объединяются под CodePipeline, так сказать. Опять же, вы не менеджите то, как оно запущено. Вы пишете набор Ямла. В Ямле вы пишете набор Basha, который уже делает какие-то, например, Build, Docker, либо собирает джарники, либо, например, прокидывает какие-то определенные конфиги, либо там Build параметры куда-то. И вот он это все умеет тащить со всяких там переменных окружений, из каких-то хранилища из секретов и так далее и тому подобное. И опять же, в чем плюс именно использования вот таких вот тулов, это в том, что оно в конкретной экосистеме клауда, оно между собой завязано все. У вас есть доступ из CodePipeline, если у него есть соответствующие пермишены, сразу задеплоить имидж в ECR. Вам не нужно туда логиниться. Он уже, если у вас есть пермишен стучаться туда, все, вы можете просто сказать DockerPush. Вот у меня в ECR, и он запушит. То же самое вот в контексте Cloud Build. Если вам нужно сбилдить образ, если вам нужно проапдейтить деплоймент в Kubernetes кластере, это все делается без каких-то дополнительных сетапов. Это опять Cloud Native, и оно, по сути, как уже сказал, в экосистеме клауда связано. Окей, мы это задеплоили. Теперь это надо мониторить. Люди сделали такое в виде так называемого сервлес. Это CloudWatch и Stackdriver. То есть, как видим обратно, у нас весь вот этот вот пайплайн с правой части и чутка с левой. Он покрыт. Там у них, естественно, разные функциональности, разные дашборды, но смысл один и тот же. Они умеют мониторить, и они будут мониторить то, что вы им скажете. Они не будут мониторить, например, только загрузку CPU конкретного, например, контейнера, либо количество запросов конкретной лямбде. Они еще умеют мониторить какие-то кастомные метрики, потому что я считаю, что принято разделять мониторинг на мониторинг инфраструктуры, которые, по сути, трекают CPU, трекают количество записей и чтений с диска, количество скачиваний файла. Также есть еще, я считаю, архитектурные метрики, которые там трекают, например, вызовы конкретного сервиса в каком-то определенном пайплайне. И есть бизнес-метрики, которые трекают там уже, например, сколько человек купил товара. Это все делается вот там. Это все делается там через какие-то можно делать красивые дашборды. Можно делать то, что мониторинг для мониторинга. Можно над этим еще мониторинг. Можно какой-то один общий мониторинг для них всех придумать. Это все за счет того, что оно cloud native, оно имеет свои какие-то уже готовые API. Многие разработчики каких-то third-party систем, они умеют без каких-то определенных проблем интегрироваться с ними. И это позволяет вам, например, с одного аккаунта в third-party системе мониторить как AWS аккаунт, так и GCP аккаунт, даже не заходя в него. То есть у вас есть один какой-то общий. Но это, опять же, вливается в проблему того, что у вас миллиард дашбордов. Но, тем не менее, на проектах, когда важно иметь единую точку входа и вообще мониторинга, это более чем имеет смысл. И не надо ничего кастомного пилить. Также мы это промониторили. Мы, допустим, нашли, что что-то пошло не так, что лямбда либо вот клауд-функция стучится туда, куда и не надо стучаться. Она стучится в дата-стор, в который у нее быть доступа не должно. Но окей, во время создания этой клауд-функции мы протупили и заассайнили не ту роль. Заассайнили дефолтную роль, которая дает доступ ко всем функциям, как, в общем-то, делают многие. И вот для этого придумали, опять же, еще такой сервис в клаудах. Это для менеджмента security, что в AWS, что в GCP, они называются IAM. И вот с их помощью вы можете ограничивать доступы к ресурсам и, опять же, обезопасить себя. Потому что когда у вас сотни лямбда, сотни функций, сотни контейнеров где-то запускаются, достаточно легко просто-напросто этот момент провтыкать. И поэтому вот с помощью такого разработчики в клауде придумали, как себя обезопасить. Также есть всякие очередя, message queue, там есть всякие штуки, которые будут отсылать пуш-нотификации на ваши девайсы. Зачем разворачивать свое, зачем ставить на свой сервер какой-то ActiveMQ, если можно использовать, опять же, клауд-сервис, который уже хорошо синтегрирован, опять же, он менеджится IAM-правилами, ролями. У вас оттуда по умолчанию будет, у вас что с лямбды, что с фаргейта, что там с того же код пайплайна у вас будет по умолчанию доступ туда, если вы правильно застапите security роли все. И это валидно для GCP в том числе. Также вот есть такая штука, которую я не сказал в начале, это Lambda Edge, это то, куда они движутся вперед, если забегают чутка дальше. Это, так сказать, есть CDN, который в Амазоне называется CloudFront. И его смысл в том, что у Амазона есть очень большое количество серверов по миру. И для того, чтобы обеспечить минимальное latency, туда есть возможность задеплоить ваше, допустим, приложение. Либо сделать с его помощью кэш, который позволит юзерам, например, что с Южной Америки, что с, например, Швеции, примерно с одним и тем же откликом получать данные. Вот. И это, по сути, Lambda, которая проскидывается по вот таким вот серверам. Так, но это все, конечно, да, это прикольно. Они все есть, они все между собой связаны, они все между собой работают, все хорошо. Но появляется ряд проблем с этим. Первое самое главное, ну, она не сказать, что она, наверное, самая главная, потому что если мы идем в Амазон и используем лямбду, мы четко знаем, что мы не возьмем вот эту вот лямбду и не портируем ее в ажур. Это само собой разумеющееся. Поэтому появляется вендор лог. Это значит, что если мы хотим мигрировать вот этот вот огромный ворклоуд в ажур, нам потребуется достаточно, нам потребуется это, возможно, с точки зрения кода не переписать, поэтому с точки зрения девелопмента это не вендор лог, потому что у нас все равно есть какое-то приложение, у него там есть пачка инпоинтов. Окей, там, возможно, только поменяется по ссылке хранилища, куда оно записывает данные. А с точки зрения инфраструктуры, с девопсовской точки зрения это вендор лог, потому что, окей, вы написали Terraform скрипт, который создает вам 10 лямб, хорошо, вам говорят, надо сделать это на ажуре. Окей, нельзя так просто взять и перевести это все на ажур. Придется полностью переписать Terraform скрипт. Вот. Также вот это вот такое огромное количество сервисов, оно рано или поздно, если их все дальше больше количества будет увеличиваться, оно приведет вот к проблеме, как хранимая процедура, как код, либо хранимая процедура, как сервис. Это когда мы в сервис оборачиваем задачу, которая, в принципе, сервисом решаться не должна. Это сервис ради сервиса. И вот если взять, например, хранимую процедуру, да, мы создали хранимую процедуру как сервис. Окей, круто. Для каких баз данных оно будет? Это, опять же, если это нужно как-то расширить, это все дальше вот так вот по такой огромной структуре будет разрастаться и превратиться в непонятно что, превратиться в огромную проблему, которую надо будет решать тем, что отказываться от сервиса и делать изначально так, как надо. Вот. Также то, что вот у нас, например, мы не знаем, где оно запускается, это, возможно, может привести к проблеме, когда у нас на одном сервере запускаются две штуки, которые, и одна из них получает доступ к данным, которым она не должна была получить доступ. Это уже, конечно, не на приложение, не от приложения зависит, это уже больше зависит от провайдера, который предоставляет вам вот эти сервис-услуги, но все равно на их плечах лежит решение этой проблемы, если она появляется. И есть вероятность того, что когда-то для кого-то, рано или поздно она появится. Естественно, они не часто афишируют такие случаи, потому что это какой-то секьюрити-дырка, так сказать. Когда там код с одного проекта случайно стучится в какое-то другое хранилище, в которое он не должен стучаться, это вообще хранилище с другого проекта. Сейчас уже, конечно, естественно, такая проблема вряд ли произойдет, потому что там много всяких секьюрити-штук, которые не дают вам просто так получить доступ куда-то, без каких-то определенных прав, но все равно. Также, если возвращаться к концепции BackendX Service, это когда у нас, например, есть мобильное приложение, которое имеет доступ напрямую в базу. Вот у нас где-то развернута база, и просто вся логика находится в мобильном приложении. Окей, мы рано или поздно получаем то, что в приложении находится секьюрити-дырка, и человек выполняет кусок кода, который просто сносит всю базу данных. При этом, если у нас есть сервер, у нас есть возможность каким-то образом это захендлить. И, опять же, это приводит к проблеме повторяемости кода. В контексте, например, Lampd его решили слоями, но, например, в контексте того, когда у вас есть два приложения, одно на Android, другое на iOS, и там абсолютно одинаковая логика, которая, в принципе, могла бы быть задевелопена на бэкэнде, но она была задевелопена разными людьми, и, скорее всего, она... Ну, возможно, она не работает так, как она должна, в принципе, работать. То вот здесь серверс вылазит боком. Также вот случается такая проблема, когда она, так сказать, вытекает из того, что люди переходят полностью, стараются все перевести на серверс. Это то, когда у вас огромная куча функций, огромная куча Lampd, которые что-то делают. За этим очень сложно уследить, потому что, если вы видели AWS дашборду, она не очень информативная. Поэтому, когда у вас там десятки функций окей, когда у вас их сотни, это уже... За этим сложно уследить, сложно понять, что происходит. Поэтому это, опять же, приносит проблемы. Также, так как у нас нет сервера, у нас нет возможности сделать серверные оптимизации. Окей, есть такая штука у AWS, как Aurora. Aurora — это их база данных кастомная, которая, по идее, по их утверждениям, быстрее RDS, быстрее там Postgres и MySQL. В некоторых кейсах это true, в некоторых это false. И в некоторых, вот в тех, которых это false, это решается оптимизацией сервера базы данных, либо, возможно, каких-то его конфигураций. Что в случае с тем, что у нас нет сервера, нам нечего менеджить, у нас этого сделать не получится. Мы можем сказать, что окей, нам нужно 5 реплик, ему надо... Каждый из вот этих реплик надо там по гигабайту оперативы и по полтора CPU. Ок. И все, шаг влево, шаг вправо, не получится. Вот. Также серверс подразумевает, по сути, под собой stateless. Это вот то, что у нас есть какая-то обертка в виде, например, контейнера над приложением. Мы его запускаем и нам неважно, если туда пойдет миллион запросов, окей, поднимется миллион реплик, там, либо, там, 10 тысяч реплик, и оно будет хендлиться. Но, если нам нужно хранить какое-то небольшое промежуточное значение, там, например, айдишник сессии юзера, пока вот этот вот пайплайн в виде, там, 5, либо 6 лямбд будет проходить. Нам где-то его нужно хранить. Так как у нас нет сервера, у нас нету возможности записать вот так вот слету на какой-то диск что-то, появляется решение в виде базы данных. Вот, такой, DynamoDB. И окей, мы поднимаем еще один ресурс для этого. Поэтому это получается серверс ради серверса, ресурс ради ресурсов. Это с одной стороны и проблема, но с другой стороны это это и в принципе то, как оно изначально должно работать и это то, как оно изначально и придумывалось. В общем-то. Ну и также такая тоже интересная проблемка, которую я не знаю, когда решат и решат ли в принципе, это время запуска. По умолчанию оно все скейлено у нас в ноль. То есть у нас ничего не работает до тех пор, пока туда не придет запрос. Если мы говорим, например, про лямбду либо про функцию. Ей нужно какое-то время для того, чтобы запуститься. То есть не ей нужно, а скорее всего Амазону и вот к углу, к клауду в целом нужно время на то, чтобы выделить сервер. Ну не выделить сервер, а вот на тех серверах, которые выделены специально под лямбду запустить определенное например, определенный сетап, что там должна например стоять восьмая джава. Туда надо подтащить такие-то библиотечки. И вот в общем-то это и занимает время. Это опять же с точки зрения того, как в принципе работают вот эти вот все ресурсы. Это само собой разумеющееся, потому что если мы если у нас нет изначально никаких ресурсов, нужно время на то, чтобы их запустить. Но опять же они не работают вечно. Они имеют определенное какое-то время запуска и они имеют определенное время жизни. После этого они просто шатдаунятся и опять же если пойдет следующий запрос в следующую минуту, например, пока оно там минуту поживет, то оно заново будет точно так же запускаться и вот так далее, так далее, так далее. Также еще хочется рассказать о такой проблемке. Это касательно баз данных. Но это в принципе это не столько касательно это касается сервиса. вот если говорить например про DynamoDB если прям хочется больше про это узнать, то есть описание есть IT-talk от амазоновского архитектора о том как работает DynamoDB. Есть такая проблема. Представьте вы записываете данные у вас несколько реплик за счет того, что у вас высокая нагрузка на эту базу данных. У вас например есть мобильное приложение которое оттуда вычитает данные постоянно. И у этого приложения огромное количество пользователей. Кто-то туда что-то записал например какой-то админ это должно распространиться по всем телефонам. Окей хорошо она записалась куда-то но у вас есть реплики и вот момент у вас например есть 10 реплик оно там у себя под капотом подняло и если я правильно помню не помню конкретно точную цифру но DynamoDB у себя под капотом считает что данные записались когда она записалась на 3 реплики а у вас их 10 после этого вам нужно а у вас приложение качает эти данные с 10 реплики а данных нет потому что они туда просто-напросто не дошли еще и эту проблему как ее решить люди думают как ее решить не писать так много в базы данных этот хранить да хранить например данные локальные только их там время через время обновлять когда у нас есть какая-то штука которая четко подтвердит что например точно у нас записались данные вот также вот окей у нас есть проблемы их пытаются решать не всегда успешно иногда успешно но куда это все дальше будет двигаться есть такая прекрасная штука как сервис фреймворк это набор таких правил которые позволяют вам слету билдить лямбды оно написано на Node.js почему-то все фанатеют писать лямбды на Node.js в общем-то это то что развивается то что активно развивается у этой штуки очень много на гитхабе звездочек поэтому она юзается в продакшене поэтому с ней все ок также есть такие штуки как вот Enthos это разработка от гугла сложно сразу сказать что это потому что оно имеет много у себя каких-то представлений это штука которая позволяет вам менеджить кубернетис кластер который запущен неважно где вот он запущен в гугле он запущен у вас на сервере вы можете подключить это все менеджить с одной определенной точки это естественно так как это разработка гугла это дает доступ сразу к гугловым сервисам мало того это дает наверное самую такую из последних вещей которые стали активно развиваться которые там достаточно быстро развиваются в этом году это то когда мы можем контейнеры ну даже не контейнеры сказать а кубернетис диплойменты запускать на сервисе это опять же вот в контексте гугла антес этого позволяет достичь но он в бете они его в продакшн неизвестно когда выпустят в амазоне не решили убегать далеко взяли фаргейт который у них был который настройка над их оркестрацией ECS которая тоже вроде бы как сервис вы же кидаете контейнеры оно работает они такие решили окей давайте сделаем это для кубернетиса так как они я имею ввиду AWS и его разработчики они контрибьютят в кубернетис поэтому у них с этим особо больших проблем нет вот это то то есть вот этот сервис кубернетис это то куда оно дальше двигается это то куда оно в принципе будет двигаться ближайшее наверное пока они не выведут наверное это в продакшн но это не в этом году это наверное в следующем оно там какие-то еще бага фиксы пройдет и возможно наверное в 2021 оно наконец-то все будет работать и также вот это интеграция с CICD что я под этим подразумеваю не просто то что у нас есть возможность допустим использовать CICD тулы в виде код пайплайна и код билда как как сервис сервисы то что вот например есть если вы все-таки решили использовать там например какой-то GitLab CI либо TeamCity либо Jenkins вам нужно где-то что-то билдить можно конечно все билдить на мастер нодах в принципе но если билдить надо много всего то значит надо много всего ставить много софта ставить есть вот у Амазона активно пропихается и вот у Google активно начало пропихаться уже там наверное года пол может чуть больше такая тема это использование остаточных мощностей в AWS это Spot инстансы в Google это Premtible инстансы это остаточные мощности когда например есть стойка с серверами там есть по несколько процессоров по несколько жестких дисков там много планок оперативы и юзается там две планки оперативы а не три и надо же эти мощности куда-то использовать они напилили кучу софта который позволяет вытащить понять где оно конкретно юзается и например взять кусочек оперативы с одной серверной стойки кусочек оперативы с другой серверной стойки и как-то это все объединить в общем-то то же самое с процессорами и за счет того что это остаточные мощности они продают дешево и это приводит к проблеме того что они вырубаются в гугле они вырубаются каждые сутки и потом заново переподнимаются если мощность есть в амазоне оно живет пока есть мощность закончилась мощность на этом сервере окей вы говорите что во время сетапа что мне нужно чтобы у меня было 4 инстанса хорошо один инстанс упал за счет того что просто закончились мощности какой-то человек выкупил их по более дорогому тарифу и естественно амазон отдает там и вот гугл отдает этому предпочтение он ждет как только появляется возможность еще на каком-то сервере это выцепить он выцепляет вот и это типа популярная тема того как вообще в принципе строить приложение там на вот этих остаточных мощностях так как их надо утилизировать но это опять же включает в себя maintenance сервер свей того как вот это делать это допустим брать фаргейт и туда запихивать билд агенты дженкинса в виде докер контейнеров когда у вас например прилетает билд начинает запускается билд это сервер свей это в принципе возможно когда-то будет кем-то использоваться это не всегда это надо далеко не всегда это надо но если не нужно что-то менеджить то в принципе вот вот решение потому что докер докер образ билд агентом дженкинса он доступен в общем его легко достаточно скачать его легко достаточно запустить вот в общем-то вот что я имел ввиду в контексте интеграции с ccd это то есть то что у нас где-то в сервисе запускаются агенты и делают билд вот и также последнее мое мнение куда оно двигается это когда у нас сервис дистрибьютица глобально по миру на существующие сервера клаудов это можно видеть в уже имплементированно в лямбда edge возможно и будет заимплементировано для других остальных сервисов там понятно объектные хранилища это умеют и так но взять там например дейнамо деби либо фаргейт тот же это те штуки куда оно скорее всего пойдет и где оно скорее всего и будет применено по той причине что это просто-напросто это удобно вам если вы засетапили базу данных в одном месте окей с аргентины либо с германии это будет разное время по которому оно будет к этой базе стучаться естественно чем меньше это время будет тем тем лучше для приложения в общем-то так в общем-то вот ну да да естественно естественно еще интересная тема про трафик это если вы используете же внутренние ресурсы клауда и например вы стучитесь из лямбды в дейнамо деби то эта же штука не тарифицируется естественно если мы идем внутри сети вот вот эти вот всякие штуки когда они запускаются в разных регионах они заставляют нас либо делать какой-то определенный пиринг сетей либо они нас заставляют идти по интернету что естественно да это правильно трафик также вот система мониторинга когда я ранее говорил что есть какие-то серпати вещи которые загребают данные системы мониторинга они либо делают это по пул методу либо по пуш методу и естественно по пуш методу это будет деньги потому что outbound трафик вот то же самое касательно сториджей то же самое касательно всяких контейнеров и так далее если если она все естественно работает внутри приватной сети и приватной сети имеется в виду внутри клаудовой архитектуры если у вас есть конечно пиринг с вашим он премис дата центром то будет эти деньги все равно потому что деньги идут за пиринг а если оно внутри вашей сети у вас есть только сетап в одном клауде и у вас все там все вот эти сервисы используются то между ними трафик в принципе не будет не будет никак пилиться вот это вот кстати что хорошо про сервис тоже да и вам вам мало того что не надо сетапить сервак вам еще не надо платить за трафик если вы хотите подключиться к базе данных что в общем-то то же самое валидно если вы поднимаете инстанс и там запускаете свое приложение вы все равно не платите за трафик но вам не надо менеджить сервис поэтому это плюс вот в принципе все у кого есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте всем спасибо раз раз ну в принципе есть работает 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 как amazon поступает в тех ситуациях когда используются вот эти дешевые дешевые виртуальные машины тачки которые используют там остаточный принцип и так далее вот ты что-то делал делал ну не доехал вот упала она то есть гуглевая тачка время за аренду оно как бы обратно на счет тикает или нет потому что месседж был здесь насколько я понял бизнес value то есть я вот хочу посчитать деньги в данном случае если я правильно понял вопрос это например вы перед этим рассказывали о том что есть вариант использования ну скажем так аренды тачек которые берут собирают остаточные ресурсы по разным стойкам и так далее то есть у них есть проблема они падают то есть не те которые гуглевые раз в сутки перегружаются то есть это описано то окей а эти которые допустим они могут падать неожиданно то есть у них есть деньги обратно возвращаются на счет если не пошло там немного интерес там немного другая модель там модель билинга за то время пока оно работает когда оно не работает вы не билитесь в этом кстати вот еще один плюс сервиса о котором я почему-то не описал ты же стартанул процесс пошел допустим у меня там длится несколько таких мелких тачек позапускал они должны были отработать по 5 минут они через 3 минуты всех слопнулись и ничего для меня не сделали вы забилитесь за 3 минуты и после этого у вас так а мне это ну как бы мне как бы это у вас вывезли стейкласс приложение которое без разницы объявило у вас там информация идет на другом месте на самом деле да это правильный посыл потому что в такую тему вот в этот сервис нельзя вкидывать задачи которые вот да которые не подходят к разу устойчивости я или вопрос задал какой-то неправильный или ответа на него нет ну смотрите если подходить с точки зрения того как оно билится у вас есть такое понятие как реквест понятие реквеста входит какая вам мощность нужна допустим вам нужно 2 вцпю и 4 гигабайта оператива ну и автоматически учитывается что машина не схлопнется пока мои процессы не закончатся нет 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 естественно там там есть там есть определенный период пока ваша машина шатдаунится это я не помню точно какой это период но он не прям он не часы он чуть-чуть и смысл смысл вот этого в например в оплате данного сервиса является в том что вы реквестите определенную мощность и вы говорите что вот я хочу чтобы 2 инстанса было было у меня запущено всегда да если у вас если вдруг какой-то инстанс начинает терминейтиться за счет того что у вас есть реквест в котором написано что вам нужно 2 инстанса у вас начнет подниматься второй инстанс и когда первый затерминейтится у вас будет уже второй инстанс он же падает ну как бы не по моей вине правильно то есть я получается каждый раз буду обошлять мало того что я забошлял за старт одной плюс там она по какой-то своей причине начинает падать мне потом стартует еще одну Ну, то есть, я и за это время еще плачу, то есть, соответственно, у меня, допустим, 100 таких тачек, да, но я решил сэкономить, да, у меня там последние 500 миллионов, ну, реально, ну, мало денег. И мне, как бы, ну, не хочется просто эти деньги вот так вот тратить. Я там бы арендовал этих, там, не знаю, 300 миллиардов этих маленьких остаточных северочков себе, ну, и рассчитываю на них, как бы, нормально себе заработать. Да, они дрищавые, но хотя бы, чтобы они отработали, но если каждый из них будет падать, не доделывать, что мне нужно, потом стартовать что-то другое, и это, как бы, время, ну, это, как, ну, как-то вот так работает. Да, но... Спасибо. Есть решение этой проблемы, использовать лямбды, например. Я хотел понять, что их дадутся. Логики. Он мне уже ответил, в принципе. Да. Ну, можно сказать, да. Такой вопрос более слышный. Академический. В контексте, я не знаю, это может Autoscope конкретно этого доклада, но вот Kubernetes, он у нас, как бы, serverless или нет? Ну, потому что он, как бы, вот, в плане, там, достоинств и недостатков, он какую-то часть недостатков serverless перекрывает, какую-то часть именно классической архитектуры перекрывает. И вот его можно относить, вот, инфраструктуру, построенную на Кубере, serverless или нет? Нет, нельзя его относить к serverless, потому что вам нужно менеджить этот... Вам его нужно менеджить, потому что, вот, объясняю почему. У Кубера есть версии, он апдейтится. Время от времени апдейты, допустим, во время апдейтов деприкитят что-то. Что было в предыдущих версиях. И если у вас автоматом будет идти апдейт, без вашего ведома, да, что, по сути, подразумевает serverless, то, что вы не паритесь над тем, что там, у вас может случиться так, что рано или поздно просто что-то, что-то либо все поломается. Да. И что-то доделать. Поэтому это является сервером по той причине, что вам клауд просто, так сказать, он за вас менеджит не инфраструктуру, а он за вас менеджит по вашей команде апдейты. И дает какую-то небольшую дашборду в контексте, например, Google Cloud. Но это ни в коем случае не серверс. Хотя они двигаются, они пытаются двигаться в эту сторону. Неизвестно, как они это заменеджат, когда дойдут в продакшн, в релизную версию. Потому что сейчас, что Fargate для Kubernetes, что Anthos, они в бете. Спасибо. Спасибо за доклад. Было интересно. Вопрос такой. Был ли опыт переезда с классического вида приложения, там задеплоено, которое крутится на виртуалках, на serverless? Насколько это было сложно и выгодно ли это с точки зрения денег, экономии и вообще затраченного времени на эту миграцию? Насколько это вообще рационально вам показалось с вашей стороны и какое это принесло value? Спасибо. Опыта не было. Мы отказались от этой задачи. Отказались по той причине, что переезд на сервис-архитектуру, это точно так же, как переезд на микросервисную архитектуру с Monolith. Это не всегда нужно. А если это и нужно, то это нужно делать частично, а не полностью. Поэтому, если оценивать трудозатраты на то, если у вас, допустим, есть уже какая-то определенная инфраструктура в клауде, то сделать это будет легче, нежели если это будет переездом в клауд. И в принципе, с другой стороны, если требуется переезжать в клауд, то не делать сервис тоже не имеет смысла, потому что это, можно так сказать, самый простой пример. Если у вас есть база данных, и вы хотите мигрировать в клауд, имеет смысл более чем использовать сервис базы данных в клауде, нежели разворачивать виртуалку и сетапить все самому. Но, с другой стороны, и это, можно так сказать, будет сервисом, потому что вы не будете менеджить базу данных. Но, с другой стороны, если у вас есть приложение монолитное, и во время переезда в клауд вы полностью это приложение разбиваете на микросервисы, это смысла не имеет, потому что это принесет лишь боль и страдания. А если, конечно, это все зависит от конкретного приложения, это все зависит от архитектуры, но далеко не каждое приложение так можно перевести. И в таких случаях это не просто обернется к тому, что это перейдет в огромный счет, а к тому, что, например, на это потратится год, а потом под этого года совершенно никакого не будет смысла. Вот, например, у вас есть высоконагруженный кусочек приложения. Имеет смысл его вынести в микросервис. Это вполне себе задача, это то, как это надо делать, для того, чтобы не скейлить просто горизонтально все приложение. Вы его выносите и отправляете в лямбду. Окей, вы теряете возможность сказать, что на миллионном пользователе остановись, пожалуйста. И человек вырастает. При этом это имеет вполне... С точки зрения архитектуры это имеет смысл вынести такой кусочек. Но, опять же, это все зависит от проекта. Слышно есть. По-моему, Энтес, поправьте меня, это гугловая штука для мультиклауда предназначена в первую очередь. То есть они позиционировали ее в этом сдательном пару, то ли 10, то ли 100 тысяч, и мы будем мультиклауд ваш на все эти раскидывать. Одна из целей. Управление свою GCP и дальше остальные 3-4 популярные платформы клауда. Это частично верно. Это одна из его целей. Это основная цель. Ну, я не могу точно сказать, а не в бете. Что первое выйдет в прод, то и будет основной целью. Второй вопрос, по-моему, сервер лес идет на конейтинг. У GCP тоже есть такая штука, которая, типа, есть контейнер, который только контейнер без всего кубера менеджится. Ну, там есть этот Cloud Run, который контейнер за вас менеджит. И они, наверное, они вот, скорее всего, вот этот вот Enthos и там кубер внутри него и, типа, сервер лес контейнеров для кубера, которые внутри него делают не только на... Там, скорее всего, конейтинг. В общем-то, вот. Это мое предположение. Спасибо за доклад. Хотел спросить, есть ли у вас опыт переноса функционала в лянды? То есть, какими кусками лучше эти лянды нарезать и как это на цене сказывается? То есть, ну, есть какие-то оптимальные количество, размер кода, который там крутится, к тому, сколько за это будет платиться? Тут встает вопрос, какого размера должен быть микросервис? Есть ли какие-то оптимальные величины? То есть, не стоит там 100 мегабайт в одну лянду или же не стоит совсем мелкую делать? Не, но если у него зависимости на 100 мегабайт и он использует там коннекшены в 3-4 базы, то почему бы и нет? А если, естественно, у вас там приложение, которое выполняет энное количество задач, а не одну, то стоит, скорее всего, по задачам, которые должна решать конкретная лямбда. Например, если взять ETL, у вас есть загрузка данных, у вас есть, вернее, даже не так, у вас есть прием данных, у вас есть там какое-то их базовое разбитие, нормализация, у вас есть трансформация, у вас есть какой-то конечный вид, то это все объединять в одну лямбду не имеет смысла. Это не имеет смысла объединять в две лямбды. Это имеет смысл объединять на каждой вот из вот этих вот задач. Вот. Да, естественно, это просто-напросто позволит скейлить это до той степени, что, например, если у вас на прием много идет, но при этом у вас много данных отсеивается фильтрацией. В плане много запросов отсеивается валидацией, вот так вот правильно сказать, что, например, отправляют невалидные данные. Если промежутки между этими лямбдами получатся какие-то исключительные ситуации и прочие вещи, вы на такое не наталкивались, когда у вас идет какой-то поплайн из нескольких лямб, которые идут друг за другом, и при процессе скейлинга получаются какие-то анекдоты, то есть посредине где-то у вас ошибки, какие-то или прочие вещи. Вы не можете... Нет. Но эту проблему решил Netflix у себя. Но они это решили, наверное, не в контексте лямб, а в контексте микросервисов, как контейнеров. И у них есть доклад от Netflix на тему того, как Netflix внутри устроен. И там эта проблема решена. Если интересно, то можете посмотреть. Но, правда, на несколько часов, но все равно. Добрый день. Спасибо за доклад. Я, кстати, предыдущему оратору хотел бы еще один момент указать насчет лямб. У вас жестко будет ограничивать первое время выполнения, которое сейчас, по-моему, 15 минут. Надо быть готовым к этому. Ну, вопросу, что стоит переносить. И второе, будьте готовы к хорошему конскому ценнику за вызов API. Потому что AWS еще билит API. И каждый вызов в функции отдельно билится. Там вроде бы небольшая копеечка, но вы тоже вылезете в хороший ценник. Ну, когда их миллион, да. Ну, мы обжигались. Я хочу задать немножко такой каверный вопрос. Доклад все, конечно, хорошо, когда это все выходит в одну лямбду, и как бы весь жизненный цикл запроса упирается в одну лямбду. А вот вопрос такой. У вас есть флоу запроса, который будет проходить условный там монолит, ваш старый, проходит 2-3 лямбды, потом уходит в кубернесс-кластер для курса вашей микросервисы. И вот вопрос, точнее, два вопроса. Первый – это срывайс-меш, вопрос использования тех же самых лямб ТВС. И второй вопрос – распределенный трейсинг и профайлинг. Потому что оно все хорошо пока работает, но приходит время, когда оно не работает. Вот как вы решали вот эти вопросы трейсинга и срывайс-меша? Хорошие вопросы. Спасибо. Получается, как я думаю, что нужно решать вопрос с сервейс-меша. Это есть, например, если брать Amazon, у Rode53 есть внутренний, у него есть механизм, который позволяет, грубо говоря, делать внутренний DNS. И в принципе через него эту проблему можно решить. Естественно, если у вас есть большой какой-то такой варклод, который проходит много всяких сервисов, проблема будет, когда оно будет в разных клаудах 100%. Это не тот вопрос, на который можно сразу так легко ответить. Я хотел услышать, не пробовали вы новый сервис, Service Mesh.dvs на базе Invoi. Они как раз и заявляли, что будет поддерживать Fargate. И вот я не помню, будет ли лямбду поддерживать. И вот имплементация того же самого Zipkin, OpenTracing, вообще протоколы. Никогда не пробовали? Нет, такого нет. Спасибо. Ну вот, кстати, по поводу того, как на второй ваш вопрос ответить, видел то, как это решали, но это решали в OnPremise мире. Писали свою систему мониторинга, которая еще при этом делала слепок состояния системы на момент каждого шага, для того, чтобы была возможность, ну, наверное, не слепок состояния, слепок состояния это достаточно грубо, но те штуки, которые важны для выполнения конкретно вот этого степа, и которые позволят его заретраить. Вот, это важно. И по сути, вот такая вот система мониторинга, она в любом случае будет кастомная, и она может строиться на базе любой, естественно, уже существующей, но со своими твиками даже для того, чтобы переранить. И в общем-то, вот, такая штука позволяет, естественно, вот это все коллектить, коллектить ошибки, она позволяет это все мониторить, и в общем-то, даже переранивать, если что-то пошло не так в конкретном месте. Ну, вот, если кому будет интересный опыт, как раз узкое место оказалось в S-Lambda вот в этом вопросе, что все было хорошо, пока запрос не уходил в условную лямбду, Chisapik Gateway, это реально был черный ящик, который, в принципе, CloudWatch метрики, это все, что, ну и ваши логи, это все, что можно было поиметь в качестве, ну, более, не менее глубокого дебаггинга, анализа. В итоге все скатилось к тому, что вынесли лямбды на Kubernetes, на один из фреймворков в QBLS, если вы знаете, ну, Function Service, вот, как бы ушли от лямбды, потому что, говорю, оно все было хорошо, пока работает, и пока этих запросов немного, и не появляются ошибки. Это, кстати, вопрос о WanderLock, и вообще, то, что предоставляет облако, говорю, оно все хорошо, выходит или очень дорого, или вы ничего с этим сделать не можете. Спасибо. Это, кстати, вот, хорошо, что вы заметили, это вот еще один такой, point, который, который в тему того, что минусов сервиса, это то, что вы это не отдебажите никак. Особенно если с точки зрения вот этой вот инфраструктурной, да, у вас, естественно, код там, вы хоть как-то отдебажить можете с помощью там каких-то логов, там каких-то метрик, но в контексте того, как оно работает в клауде, ну, это, это не наша задача, так скажем, но рано или поздно эта проблема к нам приходит. Да. Да. Амазон. Но они сразу и говорят, какую архитектуру вы должны использовать, чтобы не избежать вот этих тормозов. То есть они сразу говорят, создавайте такие ключи, чтобы сразу знать, откуда читать, с какого сервера. то есть это, ну, я как бы хотел добавить в защиту немножко DynamoDB, хотя ее терпеть не могу, потому что она специфическая весьма, потому что там, ну, сама по себе сложная ее архитектура внутренняя, но используя правильные ключи, можно, в принципе, добиться быстрого чтения и быстрых всех этих операций и избежать полностью отсутствия данных на реплике. Вот такого плана. Ну, это опять же сводится к тому, что не все надо делать вот так вот сразу и есть определенный да, определенный way того, как это делается в клауде. И вот да, разработчики говорят даже конкретно как, но не всегда так делают. Спасибо. Да, для этого, естественно, если там это переделывается полностью архитектура базы данных, переделывается там специальные ключи расставляются на вот это вот все и, естественно, это ведет за собой то, что модифицируется код и, возможно, то, что вы хотели разбить на монолит, на микросервисы превратиться в пачку монолитов, которые просто туда смотрят. Ну, еще и получается, если, ну, если приложение пилится как бы с нуля, допустим, даже, или переделывается под, допустим, только Динамо, то это нам связывает руки, не использовать другие базы данных просто потому, что, как бы, в данном случае только Динамо будет, потому что у нее свои особенности и все, нельзя будет использовать RDS, как там, скорее всего, прокладки не получатся, какие-то адаптеры используют, то есть параллельно две базы не получится. Ну, там, там, да, это все равно это вызывает свои сложности. Спасибо. Спасибо вам. Меня зовут Кирилл Семенов, я работаю в DataArt DevOps с 2016 года. С 2018 года я работаю в центре компетенции DevOps DataArt. Это значит, что мы работаем с разными клиентами, не с каким-то одним конкретным, в каком-то одном проекте, и для того, чтобы успешно продавать DevOps-экспертизу нашим клиентам, мы должны понимать, нам очень важно понимать бизнес-вэлю DevOps самим и уметь объяснять и продавать это клиентам. Об этом мы сегодня и поговорим. То, о чем мы сегодня поговорим, о бизнес-вэлю DevOps, о экспертизе DataArt в DevOps на хай-левеле, немножко о трендах и о типичных сценариях, с которыми приходят к нам клиенты. Если будут вопросы, по ходу дела перебивайте меня, пожалуйста, задавайте. Громче говорить? Да. Раз-раз. Окей. Так. Какой же у нас бизнес-вэйлю DevOps? В первую очередь это, конечно, гибкость, то есть максимально короткие сроки релизов, более быстрые изменения, более быстрый процесс девелопмента и тестирования. Конечно же, это качество. Мы должны сводить к минимуму ручную работу и, в принципе, тут действует такое правило, все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано. Как следствие, это сохраняет время и деньги. Также очень большую роль играет Continuity это как продолжительность, это как безотказность работы сервисов. Клиентам очень важно, чтобы продакшн работал постоянно, чтобы их сервисы работали очень часто 24 на 7, особенно если это финансы, особенно если это бизнес, который worldwide, там очень важный time difference, допустим, США и Азия, и это играет большую роль. Governance это возможность управлять ресурсами и деньгами, то есть отслеживать то, как тратятся деньги и как расходуются ресурсы, это тоже очень важно для клиента. Здесь список метрик, с помощью которых мы оцениваем успешность. Чуть-чуть в деталях подробнее о тех компаниях, которые являются самыми успешными с точки зрения бизнеса, что их характеризует. В первую очередь их характеризуют многочисленные диплойменты, то есть возможность чинджей попасть на какой-то инвариумент максимально быстро, для того, чтобы их проверить или для того, чтобы их показать клиентам клиента, то есть энд-юзерам. Ну и в конечном счете, конечно, на продакшн. late time for changes, то есть вот код commit to production, это время, так называемый time to market, тоже есть синоним этого, это время от того момента, как девелоперы сели писать код, и до того момента, как этот код попал на продакшн. Change failure rate, то есть минимальный процент фейлов в процессе изменений, то есть в процессе новых фичей, чтобы они не поломали ничего старого, чтобы они корректно интегрировались со старым, чтобы они корректно работали сами по себе, и максимально высокий уровень автоматизации, это тестирование, автоматизация не только тестирования, но автоматизация разворачивания ресурсов и так далее. И также очень важная метрика, это когда в проекте все продумано и настроено таким образом, все, есть disaster recovery сценарии, есть backup restore сценарии и так далее и тому подобное, для того, чтобы в случае какой-то незапланированной проблемы, которые обычно случаются в релиз в пятницу вечером, вся команда не поднималась по тревоге, не начинала тушить пожары, и это очень неэффективно, очень сложно, это стресс для людей и гораздо лучше, когда люди тратят свое время на создание чего-то нового, чем на исправление старого поломанного. В двух словах об экспертизе DataArt у нас достаточно широкая экспертиза и Cloud, и Continuous Integration, Continuous Deployment, всевозможная автоматизация, Security и так далее. Вся эта экспертиза подкреплена Real Use Cases, то есть у нас множество клиентов в разных доменах и для всех клиентов мы делали что-то из этого. Пару слов о DevOps Maturity Model, какие бывают модели, скажем так, зрелости DevOps процессов в проекте. Снизу вверх. Первый это ручной, когда у нас процессы в принципе не поставлены, когда все делается руками, это очень плохо, процесс очень хрупкий, сложный и обычно знаниями в таком процессе обладает какая-то группа людей, только они могут это делать. Недостатки такого процесса очевидны. Следующий шаг это Initial, это начальный, когда уже что-то автоматизировано, что-то что-то делается автоматически, но тем не менее по-прежнему очень много делается руками и процесс по-прежнему хрупкий и требует по-прежнему участия вот этих стейхолдеров, которые знают, как, где, что запустить, какую кнопочку нажать. Mature это когда уже процесс достаточно хорошо налажен, большинство процессов автоматизировано, но по-прежнему остаются гэпы, по-прежнему остается ручная работа, в том числе для роллбеков, когда что-то пошло не так. В общем, есть по-прежнему недостатки и последняя модель Advanced, когда все по максимуму автоматизировано, все сделано красиво, все хорошо, но, конечно же, не бывает идеальных сценариев и у этого сценария тоже есть недостаток, он очень дорогой и его сложно настроить, нужны эксперты очень высокого класса, чтобы построить такой процесс. Какие на сегодняшний день есть пайплайны, DevOps пайплайны, в принципе, здесь ничего нового нет, initial, то есть идет автоматизация билдов и тестов, continuous integration, о котором мы все знаем, автоматизация и тестирование must-have, нужно по максимуму уходить от manual QA, чтобы уходить от human factor ошибок и экономить массу времени, автоматический деплаймент, continuous деплаймент, автоматическое разворачивание инфраструктуры и внедрение мониторинга и дэшбордов. Пару слов о трендах. Это, конечно же, infrastructure as a code, контейнеризация, CICD, вот из таких относительно новых build config as a code, это когда у нас когда в CICD инструментах не создается множество build конфигураций для множества environment, но когда у нас build конфигурации хранятся в коде и так удобнее менеджить, у нас есть всего там одна или две или там несколько build конфигураций в build to let, допустим, в TeamCity или в Jenkins и разный deployment на разный environment идет в зависимости от параметров, которые задаются в build, но кодовая база она всегда одна. Это очень удобно, если в проекте очень-очень много environment или очень-очень много deployment для другого рода целей, если нам нужно что-то менять, мы не идем в эти 50 build конфигураций, не делаем в каждой из них изменения, мы делаем это все в одном месте. Disposable for Merrill Agents это агенты, которые поднимаются on-demand, они build, выполняют build и потом выключаются. Это экономия средства очень хорошо. Ну, здесь очевидно снизить downtime во время релизов, разделять CI-CD процесс, это тоже достаточно важно, потому что в принципе они отличаются и серьезные тулы, они настроены каждый на свое. То есть для CI должен быть отдельный инструмент, допустим TeamCity или Jenkins для Continuous Deployment должен быть отдельный, например, Octopus. OpenTrace это инструмент для отслеживания логов в микросервисах, OpenPolicy Agent это тоже из таких новинок, это Policy as a Code, это новая такая штука, когда у нас вот по аналогии с Infrastructure as a Code у нас политики безопасности описываются в коде. Продвинутая аналитика с помощью Machine Learning и DevSecOps это когда Security уделяется внимание на самых ранних стадиях развития DevOps, а не после того, как уже все процессы построены и клиент резко говорит я хочу Security Audit и выясняется очень много проблем, которые сложно решить постфактум. Здесь на high level список тулов для Continuous Integration, Mониторинга, Infrastructure Management думаю всем вам знакомы эти тулы. это экспертиза DataArt здесь список наших партнеров у нас официальное партнерство с AWS Microsoft Azure и Google Cloud Platform ну также достаточно большой опыт работы с другими клаудами и с Private Cloud в том числе. Пару слов о типичных сценариях с которыми приходят клиенты условно можно разделить все эти сценарии на четыре таких основных направления. Первое направление это конечно же деньги то есть клиент хочет он считает что он недостаточно контролирует расходы это вот infrastructure expenditure control или он считает что он тратит слишком много допустим cost of infrastructure клиент считает что он тратит слишком много на инфраструктуру часто очень часто такое бывает с клаудом когда клиент переходит от on-premises к клауду и он ожидает от этого каких-то не знаю у него какие-то там розовые очки какие-то воздушные замки и потом приходит счет и он очень удивляется почему так много следующее это время тоже логично время деньги то есть когда у клиента проблема со временем получения результата это или slow time to market или например тоже как пример проблем со временем long regression testing cycles то есть в данном случае нужно добавлять автоматизацию тестирования вот slow time to market значит что-то не так с процессами если ченжи в коде очень долго попадают на production что-то здесь не так следующее это стабильность и качество продукта процесса это пример вот fragile deploy или changes to infrastructure are characterized by unpredictable complexity effort то есть какие-то изменения в инфраструктуре приводят к каким-то неожиданным результатам или ожиданным но тех которые закладывались в риски это происходит и тоже касается fragile painful deployments то есть deployment чего-то нового это всегда изменение когда происходит изменение что-то ломается клиент конечно же этим очень недоволен и последнее что я сюда отнес это тренды вот например как микросервисы или cloud migration enablement то есть появляются какие-то тренды клиент приходит и говорит я хочу все перевести в cloud или я хочу микросервисы последние вот из трендов клиенты часто приходят и говорят я хочу контейнеры я хочу докер контейнеры и проблема с трендами в том что клиент часто не понимает чего он хочет то есть он говорит я хочу контейнер и ты спрашиваешь зачем почему что тебе это даст он не может тебе ответить он просто вот он сходил на конференцию он послушал ему рассказали как это здорово для бизнеса и он говорит я хочу ну что ж хочешь так мы тебе сделаем мы должны понимать когда мы продаем девопс экспертизу клиентам что мы должны понимать value девопс для бизнеса потому что клиента не интересует успешность проекта IT проекта как такового ему нет до этого никакого дела клиент интересует прибыль и клиент интересует бизнес и если мы объясним ему что девопс это основа так как это не просто набор инструментов но это и подход в построении процесса насколько он важен для для него насколько он важен для бизнеса то тогда эта экспертиза будет хорошо продаваться вот у меня все спасибо ваши вопросы я не знаю бывают такие ситуации не бывают мне просто ну я с внешними заказчиками никогда не работал мне интересно приходит клиент у которого есть какой-то монолит у него там сидит какая-то команда девелоперов которые думают о высоком пишут бизнес логику потом отдают жарник опсам а вы там дальше делаете что хотите и клиент с точки зрения бизнеса задумался о девопсе приходит к вам ну то есть вы по факту должны часть работы опсов перегрузить на девов потому что ему надо думать о том какие-то очереди куда мне там какие-то сообщения отсылать как мне это все распилить как он там будет деплоиться ну как бы без участия девов заказчика это не работает как вы с девелоперами заказчика работаете в этом плане при внедрении девопса ну то есть именно как методология я понял ну сценарии бывают разные бывают очень сложные вот как вы правильно сказали когда нужна обязательно вот эта коллаборация взаимосвязь ну мы стараемся стараемся построить процесс правильно обычно мы стараемся делать это конечно через каких-то стейкхолдеров вроде там CTO или других контакт поинтов потому что чаще всего если приходит клиент с каким-то запросом то приходит не рядовой тим-лидер а приходит кто-то из ну кто-то занимающий относительно высокую позицию и соответственно если у нас есть проблема в коммуникации мы стараемся решить эту проблему через них но очень много случаев особенно когда клиент какой-то крупная компания корпорация и у них есть своя политика и происходит достаточно парадоксальная ситуация они приходят к тебе говорят я хочу и дают тебе деньги но в то же время сами они отказываются применять у себя вот те модели которые ты им предлагаешь они не коммуницируют с тобой они не дают тебе доступ например ты говоришь я не могу это сделать если не получу туда доступ они говорят да хорошо и не дают тебе доступ тут остается только стараться объяснить насколько это важно и пытаться построить процесс через стейхолдеров по-другому никак ты не можешь их заставить с тобой общаться налаживать какие-то связи налаживать контакты как вариант если позволяет то он сайт митинг может помочь то есть можно попробовать привести например своих девопсов отсюда он сайт клиенту и сидя рядом с ними они не смогут там просто отворачиваться я не буду тебе отвечать ну не павел спасибо спасибо за доклад вот подскажите по в принципе немножко по структуре вот у вас например проекты там где девопс привязывается жестко к команде или возможно есть команды девопсов которые на определенном этапе заходят все настраивают и допустим кто-то из этой команды закрепляется на мейнтенц существующей уже инфраструктуры настроенной вот как оно и приходят ли заказчики конкретно с запросом чисто на девопс услуги грубо говоря уже за существующие что-то вот я понял спасибо за вопрос на самом деле есть все и так и сяк касательно типов команд и подхода есть и сценарий когда нужен девопс фуллтайм то есть он пришел допустим что-то сделал и остался нужно постоянно что-то делать там когда большой проект или когда что-то серьезное большое нужно сделать есть и партайм когда человек пришел поработал там две недели например или месяц и ушел потому что ну больше нет необходимости в нем это раз во вторых у нас есть отдельный сервис саппорт там 24 на 7 который мы продаем клиенту и в том числе используем в некоторых своих собственных проектах и можно комбинировать например сначала зашел девопс наводил процесс потом он вышел а саппорт просто поддерживает это дешевле и ну в принципе нет необходимости что-то там новое изобретать касательно клиентов тоже есть и сценарии когда приходили просили только девопс и когда приходили допустим просили девелопмент мы что-то им разрабатывали что-то делали а потом или они спрашивали а нет ли у вас случайный девопс или мы им предлагали типа говорили а вот не хотите ли например был вот совсем интересный случай я не могу называть имя клиента но он стал одним из наших там очень таких больших серьезных клиентов человек изначально пришел за одним девопсом а сейчас на проекте работает 60 человек мы ему делаем все вот то есть он услышал там это только появлялось там в 2014 году он услышал где-то о девопсе там здорово ой там data art кто-то ему рассказал он пришел нанял одного девопса второго девопса потом пять девелоперов потом QA и пошло 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 поэтому по-разному бывает подскажите где происходит грань между тем как вы сказали клиент говорит я хочу стильно модно молодежно типа сервис везде повсюду там даже где он не нужен и возможность заработать и сказать что чувак тебе это точно нужно где как вы определяете эту грань как бы между его хочу и реальностью его бизнеса я понял но нужно так как мы в любом случае кроме того что хотим заработать мы хотим еще сохранить свою репутацию то мы конечно же не будем просто там бездумно брать деньги из клиента делать ему потому что он сказал что он хочет а какой будет у него там результат в бизнесе нам наплевать потому что несмотря на то что это он к нам пришел с этой хотелкой он в конце скажет да это арт виноват вот это 100% поэтому нужно несмотря ни на что понимать почему вот важно тоже разбираться в бизнесе и спрашивать клиента когда он просит что-то сделать спрашивать вот зачем тебе это не просто брать и делать а вот почему ты это хочешь он говорит я видел у соседа так ну okay у соседа бизнес другой тебе это зачем то есть когда мы понимаем что он хочет мы можем предложить ему что ему нужно А когда мы предложим ему, что ему нужно, он будет доволен, и мы в любом случае будем в выигрыше в долгосрочной перспективе. Это лучше, чем в краткосрочной заработать денег, а что у тебя там будет, нам все равно. То есть вы его не отговариваете, вы ему предлагаете что-нибудь другое? Ну, конечно, мы не можем просто говорить, нет, это тебе не надо. Мы должны что-то предложить обязательно. То есть мы думаем над тем, как можно ему предложить что-то другое, или может быть то, что он хочет, но меньше. Мы говорим, смотри, я вот попробую вот так. Очень хорошо работают POC, когда клиент видит вживую, он может что-то пощупать, потому что слова для него, они очень привыкли к красивым презентациям, маркетингу и прочему. А когда ты даешь ему продукт и говоришь, например, смотри, мы тебе бесплатно, мы с тебя не возьмем за это денег, сделаем POC, вот как мы считаем нужно, ты просто посмотришь. Он смотрит и говорит, да, классно, мне нравится. Все, мы говорим, давай вот так делать. Он говорит, хорошо, я вам верю. То есть лучше его убедить, ну а как убеждать уже там зависит от ситуации. Да, все, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok